Не для войны я сына родила. Не для войны я колыбель качала. Да, родину надо учить любить. В этом суть и смысл традиционной мужской ролевой модели. Если угодно высокая миссия мужчин. Об армии и мужестве. Я еду в Южную Осетию сразу после завершения активной фазы боевых действий. Развалины там еще дымятся. Я потрясен. Российская армия и ведет этническую чистку. Дома в грузинских деревнях насквозь прострелены танками, чтобы грузины не вернулись. Они такие хлипкие, что снаряд не взрывается, а просто пробивает в них дыры в противоположных стенах. Выглядит как злая игра современного архитектора, который решил в традиционных мазанках сделать модные окна-иллюминаторы. Только из них идет не тонкий европейский аромат хипстерской травки, а тяжелый пряный запах смерти. Тогда России впервые после афганской авантюры приходится объяснять миру, что же случилось и что ее войска делают за пределами ее границ. И международное сообщество, вопреки многим нынешним стереотипам, встает скорее на ее сторону, чем на сторону Грузии. Во-первых, потому что когда Штаты узнают о планах Тбилиси атаковать Южную Осетию, они не советуют этого делать, причем настойчиво. Но Саакашвили не слушает, решает обыграть всех и втягивает их в конфликт, а им это не нужно. Они тогда как раз думают об улучшении отношений с Россией, перезагрузке. И выходит, что Грузия их подставляет. Хотя США в целом, конечно, поддерживают Грузию и модернизируют ее армию, приводят ее к стандартам НАТО, но в ходе этого конфликта они просто умывают руки. Как результат, потом не очень-то поддерживают Саакашвили на президентских выборах. И это почувствовала оппозиция, что и привело к смене власти. Позже мне об этом расскажет Кандализа Райс, тогдашний госсекретарь США. Но тогда, в 2008-м, в Осетию прилетает большая делегация европейских парламентариев. Причем не по линии единой России, что потребовало бы участие Путина, а по линии справедливой России. Этим занимается мой бывший однопартиец Александр Бабаков. Занимается по поручению Суркова. Бабаков его человек. То есть весь конфликт отрабатывает Медведевская линия, а не Путинская. Вместе с несколькими коллегами по фракции мы тогда облазили с европейцами весь схинвал. Вот воронка на улице Сталина. Вот сгоревшее государственное здание. Вот изрезанная маскировочная сетка на доме правительства. Вот сгоревший грузинский танк на улице с грустно поникшей в покореженный асфальт башней. А вот и люди, видевшие все своими глазами и только что вышедшие из подвалов и убежищ. Пухлые, аккуратные европейцы вздрагивают, когда их плача обступают кавказские женщины из тех, кого не успели эвакуировать до обстрелов. Мы объезжаем осетинские и грузинские села вокруг столицы Осетии, видим следы артиллерийских установок, стоявших там буквально вот только что. И картина конфликта встает перед глазами. ЕС официально решает, что Россия чрезмерно применила силу, вторгшись на территорию Грузии. И взять Тбилиси ей не дало только вмешательство французского президента Николя Саркази, который гордится своей дипломатической победой. Но в кулуарах и европейцы говорят, все там у вас были хороши. И ничего после этого не делают. Думаю, именно этот сценарий повлиял в итоге на решение Путина аннексировать Крым. Он решил, что удастся побудить международное сообщество так же закрыть глаза, как на войну в Осетии. Но он не учел много важных нюансов. А почему? Да потому, что российско-грузинский конфликт 2008 года отрабатывали не его люди. Для меня та поездка в Южную Осетию была очень эмоционально насыщенной. Сразу после прилета во Владикавказ мы решили заехать в Беслан, на детское кладбище. Я не был там с момента гибели детей, убитых, потому что из Москвы пришел приказ о штурме. Мы не ведем переговоры с террористами. Я помню уютно окруженную невысокими деревьями школу из красного кирпича за год до трагедии, когда мы с группой моих товарищей по левому движению на машине приезжали в Осетию, готовясь к выборам 2003 года. Мы тогда слегка заблудились на обратном пути и не пожалели. Ровно напротив той самой школы номер один, у проходивших там же рядом железнодорожных путей, какая-то тетка продавала вишню, такую сладкую, которую я никогда до этого не пробовал. Мимо еще шли две смеющиеся девочки. Берите дядя вишню, не пожалеете. Мы взяли целое ведро и ели его до самой Москвы, объедаясь и обливаясь их соком, бордово-красным, как кровь. Остались ли эти девочки в живых год спустя? Я не знаю. И уже никогда не узнаю. Но на кладбище туда я шел, как к родным. И дальше, преодолев жерло Рокского туннеля, подземной дороги из мира в войну, я смотрел сквозь тонированное стекло машины на удивительную и страшную картину. На горных вершинах, обступивших ущелья с основным южно-осетинским шоссе Р-297, там стояли телекоммуникационные вышки. Представьте себе, целые и навехонькие. Дома простреляны, люди убиты, танки сгорели, а вышки целы. В том числе там, где шли бои и белая артиллерия. Потому что в войне нового типа огромную роль играют системы связи, нужные всем противостоящим силам. Не знаю почему, но эти вышки до сих пор в моей памяти маячат как символ той странной войны. Еще одна вещь, на которую я обращаю внимание. В Южной Осетии не работает GPS. И нельзя определить точное позиционирование. Американцы не дают сигнал. Потому что война. Это замечаю не только я. И этот факт побуждает Россию после начать активно создавать ГЛОНАСС. Свою собственную систему ориентации на местности. Именно там, в горах Кавказа, и замаячили контуры войн будущего. О них, правда, еще за 50 лет до того написал великий польский прозаик и мыслитель Станислав Лем. Я люблю литературный жанр, именуемый фантастика. Хотя к нему обычно люди относятся довольно пренебрежительно. Часто в этих книгах, фильмах и рисунках можно найти важные мысли о том, каково оно, будущее. И, пожалуй, одна из серьезнейших книг на эту тему, написанная еще в 60-х годах 20 века, это роман Лема «Сумма технологий». Величайшая книга, от души рекомендую. Она предвосхищает развитие нанотехнологий. Лем размышляет о войнах без солдат и вообще без людей. В войнах автоматизированных комплексов. О миниатюрных наномухах, выводящих из строя традиционные вооружения и коммуникации. И ликвидирующих возможности наступательных операций противника. Проезжая по Осетии, я вижу, Лем-то был прав. Прав, когда вышки, используя которые противоборствующие стороны осуществляют связь и управление, стоят, а GPS не работает, ослепляя российскую армию. Ей не понять, где расположены позиции своих, а где вражеских войск. Тогда еще не используют боевые дроны, когда оператор, сидя в кресле в Вашингтоне, может нажатием кнопки уничтожить иранского генерала в Ираке или боевика в Афганистане. Но сейчас-то они уже есть. И страны, лишенные спутников и других современных технологий, в таких ситуациях вообще бессильны. А хорошо оснащенный противник может воевать с ними из другой точки планеты, находясь в безопасности. Это захватывающе, но в то же самое время очень страшно. Потому что один из важных факторов, сдерживающих войны, это страх потерь. Если он уходит, снимается барьер, мешающий начать войну. Если ты не думаешь о том, что твои люди могут погибнуть, то намного легче нажать кнопку. Гибель в 2020 году иранского генерала Сулеймани, убитого в Ираке ракетой, пущенной американским боевым дроном, показывает, как это просто. Ведь не было доказательств, что он имел отношение к атаке на базе США, за которую-то его и убили. Более того, вскоре стало известно, что он к ней отношений действительно не имел, а провел ее ИГИЛ. Но ликвидировали Сулеймани. Потому что Трампу было очень просто нажать на кнопку, он ничем не рисковал, ни одним солдатом. Но в конечном итоге этот человек действительно был серьезным врагом Запада. Тем более опасным, что имел хорошее отношение с Путиным, благодаря которым смог втащить в Россию конфликт в Сирии, к ярости США. Но последствия удара оказались далеко идущими. Достаточно вспомнить об атаке на украинский пассажирский самолет, непосредственно связанной с убийством Сулеймани. В одной стране жмут на кнопку, а другие страны и люди, не имеющие к этому никакого отношения, страдают и гибнут. Таковы новые войны. Не зря их называют гибридными. Гибридная война – война, которую ведут не чисто военными методами. И не только на боевых фронтах, но и на информационном, политическом, социальном, а будущем, возможно, и на других – климатическом, биологическом и даже генетическом. Несомненно, будет создано оружие, действующее на противника издалека и в других сферах, нежели пуля, снаряд или ракета. И эти технологии будут развиваться, а их роль – увеличиваться. В 2014-м в Украине мы увидели первый пример широкомасштабного гибридного вмешательства в дела другой страны. До этого было проще. Прилетели, разбомбили, посадили своих на трон и улетели. В основном этим увлекались, да и сейчас увлекаются американцы, но и СССР от них не всегда отставал. Чего стоит тот же Афганистан? Но он ни разу не делал того, что Кремль сделал в Украине. При том, что московские кукловоды проливают в основном кровь украинцев, причем с обеих сторон фронта, конфликт носит отнюдь не локальный, а глобальный характер. Пропагандистскими методами пытаются разрушить Альянс Америки, Европы и Украины, воздействовать на выборах в США и странах ЕС, поддержать организации, разрушающие государственную и политическую структуру стран, оказавшихся с другой стороны баррикад. Идет новый передел сфер влияния в Европе и мире. Без лишних громких слов, по-деловому надо признать. Идет Третья мировая гибридная война, то есть новый вариант холодной войны. Россия, которая ее и начала, активно ведет боевые действия в разных сферах, играя на разных шахматных досках. Как и в обычных войнах, с множеством бессмысленных жертв, но неуклонно давя противников, не считаясь с потерями. Ожидая, когда цена войны для противника станет непомерной и он просто плюнет и откажется от борьбы. В Украине эта тактика видна как нигде. Это трагическая реальность, с которой мы сегодня имеем дело. И я ощущаю эту трагедию тем острее, чем яснее вижу вновь и вновь, что множество ее жертв советские люди. Более того, ветераны той жестокой и беспощадной войны, ответственность перед памятью о которой я переживаю и ощущаю с детства, много лет. Я уже писал, как много значит для меня праздник 9 мая, мой особый, самый важный день в году. В моей семье он всегда был общим торжеством. Но с 2014 года путь в Россию для меня пока закрыт. И вот в начале противостояния в Донбассе я праздную день победы в Донецке с ветеранами. И подходит ко мне пожилая женщина, а на жакете у нее боевые ордена и медали. И она представляется. Алла Георгиевна, ну М скажу, не буду на всякий случай называть ее фамилию, наполовину русская, наполовину украинка, живет в Донецке, выступает за союз, но за единую Украину в таком союзе. И очень переживает из-за только начинающейся тогда войны. Просила передать в Думе, чтобы не вводили русские войска. А еще рассказывает, что ее сын генерал российской армии, родился в Донбассе, а служит на Дальнем Востоке. И она боится, что его пошлют завоевывать Украину, его родину. И читает мне свои стихи. Удивительно, но мне в Украине очень часто женщины на разных мероприятиях приносят стихи на самые больные, я бы даже сказал, кровоточащие темы. Были и стихи про Крым, были про Бориса Немцова, были про войну. Ну, как в Киеве Ольга Богомолец собирает народные иконы по деревням, думаю, как-нибудь надо будет издать отдельный сборник этих народных стихов. Они того стоят. И Анна Георгиевна просит меня их опубликовать, чтобы все прочли. Не для войны я сына родила, не для войны я колыбель качала, не для войны ночами не спала, не для войны в солдаты провожала, не для войны два года с армией ждала. А он надел шинель на все свои года, прошел Афган, Чечню, Кавказ, Дальний Восток и в сорок лет уж стал он генералом. Не для войны я так надеялась, ждала, молилась за него и возвращения желала. Не для войны, но все ж пришлось отдать. Как матери священный долг России. Мужской сыновей долг отчизну защищать. И матину, и родину во имя жизни. Сражались ли донецкие ветераны за империю? Не думаю. Они лили кровь за свои семьи и их будущее. С именем Сталина на устах хотели справедливого и общего союза для всех семей страны. Думаю, не случайно при Сталине 9 мая не праздновали. Армия – это институт, где сильны традиции. В досоветское время церковь и армия всегда были рядом, как два столпа власти. И сейчас в армии России экспериментируют с военным духовенством. Но слова «идейная мотивация» означают не религиозность, а патриотизм. Военнослужащие, которым нужно духовное кормление, должны, конечно, иметь возможность его получить. Но не общую молитву в казарме, как это было при царе. Храмов в России хватает. Причем недалеко от казарм. Но в воинских частях они не нужны. Культы должны быть отделены от государства. Армия же надлежит сделать его наиболее органичной частью, инструментом решения его задач. Россия – страна с глобальной миссией. У нас есть интересы во всех краях земли. Но это означает не имперские притязания, а роль регулятора, помощника, миротворца, борца с пиратством и гражданскими конфликтами. Для решения таких задач хороши высокомобильные части. Компактные, профессиональные, способные действовать в любой точке планеты. А также сильный флот, имеющий в своем составе авианос. Но для эффективной защиты самой России профессиональная армия не годится. Наша страна огромна. Протяженность ее границ 60 932 километра. В том числе сухопутных – 22 125 километров. Большая их часть – это азиатские рубежи. Китай и Средняя Азия. А это наркотики, терроризм и иные угрозы. Для их охраны нужна значительная живая сила и техника. Поэтому при значительном профессиональном компоненте избежать всеобщей воинской обязанности в России в обозримом будущем, я не уверен, что удастся. Опыт показывает – такая армия может быть сильна и эффективна. Кроме того, у воинской обязанности есть еще одна важная функция. Она связывает гражданина с его страной на уровне более высоком, чем место рождения. Вступление в ряды вооруженных сил – лучший способ инициации гражданина. Кстати, и мужчина, и женщина. Израильтяне вот это хорошо поняли. Здоровье тоже не помеха. Есть много задач, которые могут решать люди с серьезными физическими проблемами. Место в армии есть всем. Даже инвалидам-колясочникам, желающим защищать Родину. Например, в центре коммуникации или управления. Если же человек по соображениям совести не может вносить оружие, важно учитывать – в современной армии многие задачи с оружием и не связаны. Есть известный американский фильм «Хэксоу Рич», снятый Мелом Гибсоном в 2016 году. И названный так по имени местности на острове Окинава, где во время Второй мировой войны шли кровопролитные бои между японцами и армией США. По-русски этот фильм называется совершенно по-другому – по соображениям совести. Но суть его в том, что американец по имени Десмондос, а это, кстати, лицо историческое, по вероисповеданию был адвентистом Седьмого дня. То есть по своим религиозным убеждениям не мог служить с оружием в руках. Но во время Второй мировой войны он хочет исполнить свой долг и идет добровольцем. Его сначала хлопают по плечу – молодец! – и дают винтовку. А он не берет. В итоге его судят, а он говорит судьям – я хочу быть на передовой, но без оружия. И чудом избегает тюрьмы. В итоге его отправляют санитаром на Тихий океан. И там он выносит с поля боя 150 раненых и становится первым из трех таких же отказников кавалером медали славы Конгресса – высшей награды США, аналога Героя Советского Союза. То есть даже такое серьезнейшее этическое препятствие не помешало ему служить в стране. ДОС многократно награжден и очень уважаем как ветеран, хотя никогда не брал в руки оружие. Военная служба – это общность с твоей страной, проявленная в конкретной деятельности. Если ты в ней живешь, ты не можешь ее не защищать. Можешь не участвовать непосредственно в военных действиях, не носить оружие и форму, но защищать. Если ты этого не делаешь, какой же ты гражданин? Я допускаю, что могут быть и те, кто не захочет этого делать. Для них нужно создать процедуру добровольного выхода из гражданства. Дать возможность объявить. Да, я здесь родился и хочу жить, но не хочу служить, то есть быть гражданином. А значит, участвовать в общественной жизни, политике, получать социальное обеспечение и все другие блага, которые мне, как гражданину, может дать страна. Люди должны иметь это право. Увы, смысл слов «защита Родины, почетная обязанность гражданина» сильно стерся со дня ликвидации СССР. Но защита страны – это не только обязанность, это в самом прямом смысле сохранение ее жизни и высшая форма участия в этой жизни. Поэтому, отвергая империализм и империалистические войны, как орудия капитала в его борьбе за господство, а милитаризм, как проявление кастовости и пережиток сословного средневекового общества, я все-таки настаиваю на важности, почетности и высоком символизме военной службы, как высшей гражданской добродетели и доблести. Продолжение следует...